Аграры Грудиншины намолотили 950 тысяч тонн зерня. По раннейшему региону самая высокая украинская урожайность. Господарки отримливаются в среднем 44 центнеры с гектара. Разом с материально-техническим завеспечением жнива особливая увага надается и створению сприяльных умов працы для хлеборобов, что является залогом высоких огольных выников. За этим призваны пильно сочись у тем леку профсоюзные организации в области и республике. В деле этого на протягу уборочной кампании в господарках региона проводятся отповедные рейды. Юра Корнялович, протягнем. На этот раз профсоюзные инспекторы наведались у три полночной районы Грудинской области, проверяющие представники профессийного союза работников оховы здоровья. Тому пытание выполнения правил оховой працы и створения санитарно-бытовых умов для механизатора утрапляют под особистый контроль. Водичка течет, есть. Полотенце есть. Мыло, что еще надо? Да, шелая кабина. Стан здоровья хлебороба так само не застался без уваги проставников профильного профсоюза. Первичные медицинские огляды они провели непосредственно на палетках. А затем с инспекцией наведалися у пункта оказания меддопомоги. В каком состоянии выходит человек на работу, с точки зрения медицины очень важно. Потому что если где-то с повышенным давлением, ну не дай бог, скажем так, со вчерашнего, говорят, но вот эти мероприятия позволяют, в принципе, допускать к работе водителей и комбайнеров в здоровом состоянии. Один из моментов – это, конечно, обеспечение на рабочем месте, то есть в поле, на мехстане, аптечками медицинскими. По закону сегодня водительская аптечка должна находиться в комбайне, в машине. Особливая увага по чажнева и харчеванию механизаторов. До речи, у Ашмянским районе, миновито дякуючи Мясцовому профсоюзу работников сельской господарки, удалось одобиться организации двухразового горячего поселкования абсолютно во всех господарках. У нас во всех хозяйствах на 100% горячее питание. Также у нас водой обеспеченные, есть людям, где и руки помыть, и полотенца. Спецодежды обеспечены, аптечка обеспечена. Комбайнерам нашим и людям, которые заняты на уборке, созданы все условия. Только осталось работать. И мы стараемся помогать им и очень благодарны им за этот тяжелый труд. По словам специалистов, метод таких мониторингов – не только выявить порушения на жневе, а и допомогать их выправить. А я сейчас значит механизаторов, которые показали выдатные выники подчас всеолетней уборочной кампании. Мы, кроме того, что смотрим, изучаем, мониторируем состояние дела, мы, конечно, еще и готовы помочь в определенной мере нашим передовикам сельской уборочной кампании. Я привез определенные подарки для наших комбайнеров, помощников комбайнеров, тех, кто возит зерно и вручил для того, чтобы люди понимали вот это общее наше участие в этой уборочной эстраде. А кроме того, у Гродинским областным объединением профсоюзов створена горячая линия. Теперь каждый удельник жнева может вернуться и рассказать про недохопы подчас уборочной кампании у конкретной господарцы. Как завирают эксперты, специальная мобильная группа готова отразу выехать на место для оперативного разгляда у всех проблем. Продолжение следует...